Девушки отдыхают Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Василиса! Сегодня я познакомлю вас с новой частью речи! Ура! С какой? Не торопитесь, пока я вам не буду её называть. Давайте поиграем в незнакомку. Давайте. А как это в незнакомку? Я буду говорить вам фразу, а вы постарайтесь отыскать в ней незнакомую часть речи. Согласны? Да-да. Итак, вчера была сильная гроза. Начнём с конца. Так, что? Гроза. Это существительное. Какая? Сильная. Прилагательная. Что делала? Была. Глагол. Остаётся вчера. Неизвестная часть речи. Следующая фраза. Я очень испугалась. Я. Нестоимение. Испугалась? Глагол. Очень. Неизвестная часть речи. Я быстро побежала домой. Я. Нестоимение. Побежала. Глагол. А домой? Это что? Дом? Существительное. А домой? Неизвестная часть речи. И быстро тоже не поймёшь, что это такое. Вроде похоже на прилагательное. Быстрое-быстрое. Ты что? Какое прилагательное? Прилагательное отвечает на вопрос, какой или какая. А тут это незнакомка. Вон их сколько уже набралось незнакомок. Вчера. Очень. Быстро. Домой. А ведь все эти слова – одна и та же часть речи. И называется она наречие. Наречие? Да. Хм. Наречие. А что это за часть речи такая? А давайте узнаем, на какой вопрос она отвечает. Тогда будет понятно, для чего она вообще нужна. На какой же вопрос она отвечает? Вчера. Спросим, когда. Ответим, вчера. Верно. Ну, значит, наречие – это такая часть речи, которая отвечает на вопрос, когда. Подождите, подождите. А слово «очень» отвечает совсем на другой вопрос. Ну, на какой? Спросим, как. Испугалась. Ответим, очень. Да. И побежала как? Быстро. Правильно. Эти наречия отвечают на вопрос «как». А слово «домой» отвечает на вопрос «куда». Ничего себе. Одна часть речи отвечает на столько разных вопросов. И, между прочим, она все время стоит около глагола. Испугалась «очень», побежала «быстро». Да, ты верно заметила, Шуня. Наречие стоит около глагола и может обозначать время действия этого глагола. И отвечает на вопрос «когда». Вчера была. А еще наречие обозначает место действия глагола. Куда побежала? Домой. А еще оно отвечает на вопросы «где» и «откуда». Ну, это нам понятно. Хорошо. Тогда приведите свои примеры наречия времени. Я, можно? Вчера цветок расцвел, а сегодня завел. И где тут наречие? Эм, вчера и сегодня наречие. Потому что отвечают на вопрос «когда». Правильно, Шуня. Ну, а твои примеры, Зубок? Ну, пожалуйста. Машина ехала прямо, а потом поехала назад. И что тут за наречие? Вопрос «куда» – «прямо» и «назад». Молодец. А ты, Веснушка, попробуй вспомнить какие-нибудь стихи или сказку или поговорку, где есть наречие. Ой, сейчас, сейчас. А, вспомнила. В сказке Пушкина «И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». Когда? И днем, и ночью. Верно. Так там еще и другие наречия есть. Ну-ка, ну-ка, Зубок, назови их. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит. Куда идет? Направо, а потом налево. Молодец. А еще есть и наречие, которое отвечает на вопрос «как», «каким образом». Например, слушал «как» – внимательно. Писал «как» – аккуратно. Ну, а ваши примеры? Спал «как» – сладко. Одевалось «как» – красиво. А я вспомнил поговорку. За всякое дело берись умело. Наречие «как» – умело. А я другую вспомнила. Дело на наспех сделано на смех. Наречие. Наспех и насмех. И я вспомнила поговорку. Кончил дело – гуляй смело. Гуляй как? Смело. Наречие. Поговорки вы вспомнили хорошие. И поработали сегодня очень хорошо. Так что последуем поговорке и закончим наш урок. Надеюсь, он не прошел для вас впустую. Ой, а впустую – это тоже наречие. Отвечает на вопрос «как». Ну, вот ты и подтвердила, что урок наш прошел не впустую, а с пользой. И вы усвоили, что такое наречие. И сможете отличить его от других частей речи. Чтоб не спутали наречие с другой частью речи. Нам запомнить надо просто те немногие вопросы. На которые наречие ответят без труда. Как и где? Куда? Откуда? Почему? Зачем? Когда? Ну, а наш сегодняшний урок подошел к концу. До новых встреч на уроках русского языка! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова